О чем говорили на заседании Общероссийского народного фронта? Покажи код или вылезай из автобуса. В Татарстане вводятся новые ограничения. Это вообще страна, родители старше 18 лет, только при наличии уар-кода или сфотографии. Что мешает Татарстану стать лидером по зеленой энергетике? И у нас в быту даже люди используют газ. Всем привет! В эфире Универ Ньюс о студии Ксения Трусилина. В обновленную версию списка самых цитируемых ученых мира вошли 9 представителей Казанского федерального университета. Для составления рейтинга авторы использовали информацию о более чем 8 миллионах ученых мира, содержащуюся в базе научных публикаций Скопус. Смотрите подробности в одном из следующих выпусков. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Общероссийского народного фронта. Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента России. Его задачи – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и другие вопросы. В очередном заседании Общероссийского народного фронта, состоявшемся 12 ноября, принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Темой собрания стали организационные моменты, связанные с составом и деятельностью штаба. 20 ноября сделаем проект общественных предложений в адрес президента Республики Татарстана Руслана Геройча Минукамы. То есть мы должны их сформировать, обсудить на тематических причах и направить за нашей подписью на имя президента нашей республики. В проект войдут и вопросы, связанные с повышением качества жизни и защитой прав граждан. Одной из проблем, обозначенных на заседании Народного фронта, стало скорое введение системы QR-кодов в транспортные сети республики. Так пенсионеры, ежемесячно получающие прибавку к пенсии на транспортные расходы, могут лишиться этих выплат. По итогам заседания также была определена дата проведения региональной конференции Общероссийского Народного фронта 3 декабря. В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе она пройдет в смешанном очно-заочном формате с применением дистанционного способа участия. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Пять обучающихся СУНС-АТИ ЛИЦЕЯ Казанского федерального университета заняли второе место на первом в России АТИ Хакатоне «Хочу войти» среди СУНС, который состоялся в Екатеринбурге. ЛИЦЕЙ представили представители две команды по пять человек, успешно защитившие проекты по решению кейсов российских компаний. В Татарстане, как и планировали, введут QR-коды в общественном транспорте. Подробнее в нашем следующем сюжете. В Татарстане, как и планировали, введут QR-коды в общественном транспорте. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова. Новая пропускная система распространяется на городские, пригородные, а также межмуниципальные перевозки. Чтобы воспользоваться транспортом, потребуется предъявить QR-код, полученный на портале госуслуг, либо QR-код о наличии медотвода. Рустам Мениханов подчеркнул, что можно использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. Ее выдают в многофункциональных центрах по обращению жителей республики. Тут вопрос двух вещей. Первое – это организация открытия двери или какого-то турникета по QR-коду, который сканируется и валидируется. И второе – это идентификация личности. Соответственно, вот возникает вопрос. То есть, вот мы, например, поставили считыватель QR-кода, как, например, в кинотеатрах стоят, да, и вот у нас, например, мы подносим QR-код, это занимает несколько секунд, он проверяет, что он корректный сам по себе, да, что связанный с ним сертификат имеет актуальную дату, что он действительно о прививке. Вот, и эта информация передается на устройство, которое, например, там загорается зеленая стрелка и открывается турникет. Перевозчикам в случае необходимости будет предоставлено субсидии на приобретение специального оборудования для проверки QR-кодов, как заявили региональные власти. Ранее в Государственной Думе одобрили идею ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах. Госуслуги, да, отдают нам номера паспорта, там, инициалы, дату рождения. Как это будет проверяться? Это будет проверяться, что человек должен еще, например, показать фотографию паспорта туда, это тоже надо распознать динамически, да, но это ПО требует разработки. Или будет стоять кондуктор, который будет еще просто глазами проверять, что номер паспорта, он соответствует. Мэрия Казани внесла несколько уточнений по введению QR-кодов в общественном транспорте. Проверка QR-кодов в общественном транспорте будет производиться не на входе, а при обелечивании пассажиров. Льготные транспортные карты у лиц старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию, не переболели коронавирусом и не имеют медотвода, будут заблокированы. Тем, кто уже успел пополнить транспортные карты, на декабрь баланс сохранится, действие будет продлено после снятия ограничений. Новое правило не распространяется на поездки между регионами и на работу такси. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подтвердили разработку законопроектов о введении обязательных QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте. Такие меры связаны с ухудшением ситуации с COVID-19. Они будут действовать до июня 2022 года. Амир Ахтямов, Универньюз. В Казанском федеральном университете стартовал число студенческих медиа-центров «Медиакэмп». Смотрите подробности в одном из следующих выпусков. Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета 11-13 ноября принимает участие в Международном свете учителей и преподавателей русской словесности. Специалисты института стали организаторами секции, посвященной русскому языку и литературе, родным языкам и литературам в образовательном пространстве РФ. Свет проходит в смешанном формате. Высокий уровень выбросов загрязняющих атмосферу остается и по сей день главной проблемой энергосектора Татарстана. О том, что с этим делать и почему самострой на берегах Нижнекамского водохранилища мешает повысить выработку зеленой электроэнергии республики. Энергетическая проблема на сегодняшний день является одной из самых актуальных для всего человечества. Традиционные источники, такие как нефть и газ, прочие ископаемые, постепенно теряют свою активность, становятся более дорогими и, конечно же, наносят огромный вред окружающей среде. Говоря о зеленой, возобновляемой энергетике, ее источники по историческим меркам считаются неисчерпаемыми. Сегодня к зеленой энергетике относятся все невозобновляемые источники энергии. Это солнечная энергия, водная гидроэлектростанция, энергия, которая получает гидроэлектростанция, ветровая энергия и много-много других, которые являются невозобновляемыми, для которых не нужно тратить чего-то, из-за чего выделяется углекислый газ. Например, Россия очень мало использует угля, потому что у нас есть газ. В России содержится более четверти запасов газа всей нашей планеты. Мы его добываем в огромных количествах, мы его продаем Европе, Китаю, другим странам. И у нас в быту даже люди используют газ. Поэтому, конечно, в этом смысле Россия является наиболее зеленой страной. Тенденции развития зеленой энергетики вполне можно назвать обнадеживающими. Так, в странах Евросоюза в период 2004-2013 годы доля энергии, получаемой с альтернативных источников, возросла с 14 до 25%. Важно также отметить, что ведущие мировые корпорации всецело поддерживают переход на возобновляемые источники энергии, вкладывая в эту отрасль огромные суммы. Так, в Республике Татарстан необходимо повысить уровень Нижнекамского водохранилища для увеличения загрузки Нижнекамской гидроэлектростанции, единственного татарстанского источника зеленой энергии. Поднятие уровня Нижнекамского водохранилища приведет к тому, что прилегающие к нему территории будут подтоплены. Вместе с подтопленными территориями уйдут не только жилые и хозяйственные постройки, но еще ряд уникальных экологических систем. Зеленая энергетика в Татарстане должна развиваться в соответствии с общероссийскими и общемировыми тенденциями по снижению углеродного следа и экологизации промышленного производства. Для Республики Татарстан перспективными отраслями зеленой энергетики традиционно может стать сельское и лесное хозяйство. Среди сельского хозяйства необходимо выделить возделывание таких технических культур, как рапс, а также сахарные свеклы в рамках получения биотоплива. В этом случае углеродный след можно будет приравнять к нулю. Елизавета Никитина, Универньюс. На этом все. В студии была Ксения Трусилина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова